Ребята, всем привет! Начинаю свой новый влог. Все спят в этом доме. Привет! Привет! И даже Алиса спит. А я тема временем. Та-дам! Это единственный шарик, который у меня был. В общем, рассказываю. У Максима Юрьевича завтра день рождения. Не скажу, сколько ему исполняется. Завтра-завтра. Ну, вы узнаете в этом влоге, конечно же, уже. Ну, маленькая интрижка будет. Вот так, в общем, я немножко украсила. Нашла, что было дома. О, оказалось так прикольненько. Вот. Так что завтра проснется. Тут небольшой сюрприз. Вот. Вообще у нас по традиции, ну, в нашей семье мы дни рождения отмечаем с 12 ночи. То есть там с первой минуты дня рождения. Вот. Ну, кто давно на моем канале, вы, конечно же, знаете. Вот. Так что ждем завтрашнего утра. Ну, а с вами встретимся через секунду. Вот, наступило утро. Мы все вместе зажигаемся вече. Ждем анеминника. Подожди, не выходи еще. Ай. Стой там, стой там. Стой там. Роську позови. Стой там. Не пускай, не пускай. Ростя. Иди сюда на минуту. Закрой глаза. Закрой глаза. Закрой глаза. Закрой глаза. Заходи. Ростя, помни. С днем рождения тебя. С днем рождения тебя. С днем рождения, наш Поксимка. С днем рождения тебя. Загадал? Да. Покинь сорок ты вот сейчас. А? А еще у нас, друзья, не очень хорошая новость. Для нас, по крайней мере, наш любимый сосед Витя уезжает с этого дома. Кто из вас спрашивал, кто такой Витя, который появляется постоянно в кадре? Ну, или твое дело и появляется. Это наш сосед, который жил на девятом этаже. Ну, вот еще живет пару дней. И все, в общем, этот сказочный вид. Прощай большой, мы тебя не увидим. Вот, кстати, у него окна выходили на, если вы увидите, на замок Комбург. Не замок. Ой, вот он, видите? Маленький такой. Ну, вообще, он большой просто, с его окна он маленький. Вот, ну, а фишка в чем? Почему Витя уезжает? Место классное. Квартира тоже классная. Огромный балкон, хороший вид, большая квартира. Но его арендодатель захотел очень резко поднять аренду. Блин, без слез. Это вот помните, последнее видео вот здесь стояло стол, и мы играли в покеры. Теперь здесь все пусто, абсолютно. В общем, подняли аренду на 200 евро сразу за один раз. Не имели права, конечно, так делать, но как бы спорить, и потом жить в чужом жилье со спором тоже как бы не очень. В общем, Витя решил съехать. А съехать ему пока некуда, потому что квартиру найти в нашем городе вообще очень сложно. Особенно по ценовой категории, хотя бы по той, что он жил в этой квартире, очень сложно. Вот, а это я вам показываю в последний раз. Это агава, которую мы сперли с Грецией. Она вот так вот выросла где-то в каком-то видео, я показывала уже. Мы брали вот такие маленькие отросточки. Она вот за два года вымахала уже вот такая вот огромная. Вот, так что вот такие новости. Сосед Витя теперь больше не наш сосед. Очень жалко, конечно, мы прям с Леоном очень расстроены. Как-то привыкли уже шесть лет, по-моему, у нас тут жил. На девятом этаже, и здесь у нас, вернее у него, у него здесь на этой стене висел лайн-вант с проектором. И мы очень часто приходили к Вите на кино. Ну, все. Вот, а этот шкафчик временно переедет к нам, потому что у нас нет шифонера. У ребят нет шифонера, получается, сейчас. А Вите все равно этот шкаф некуда пока поставить. Где-то, ну, в общем, его вещи пока постоят у нас в гараже. Вот, а этот шкаф спустится к нам в квартиру, дабы он остался целым, потому что это все-таки дерево. Чтоб не намок, ничего такого не случилось. В общем, приятно и полезно, можно сказать. Ребятам нужен шкаф временно, а Вите нужно шкаф временно где-то поставить. Так что на днях он переедет на наш этаж. Вот, ну, а это вот коробки надо еще попереносить. Вот, я немножечко Вите помогаю. Да, Витя? А Витя собирается на работу. Все, в общем, отпуск на переезд тебе так и не дали же, да? Ни два, ни три, вообще нисколько. Нет людей. Нет людей, все болеют, у всех корона. Даже рейсы, да, убрали некоторые. Да? Так что вот. Ребятки, между делом, решила показать вам свою рассаду. Ну, смотрите, у меня тут бебечки появились. Я не могу, я так радуюсь. Это просто, ну, это уже третий день я радуюсь. Не, правда, я прям, вот, когда, когда они всходят, я прям обожаю эти моменты. Знаете, как новая жизнь появляется. Здесь у меня сидят цукини. Ой, цукини цини, цветочки такие. Часто я их посадила. Ну, не знаю, что будет. Если честно, я не помню, как я их раньше сажала. Потому что года два точно нет. Здесь вот у меня огурчики всходят. Видите, какие там малепусечки. Вот здесь вот тоже, вот только один зашел. Сейчас надо полить, еще хорошо будет. Вот, и здесь тоже всходят, но это уже цукини. Много сажать я не стала, да, что у нас маленькая. Вот, даже этого много уже. Ну, как бы, кто выживет, кто самый сильный, тот и будет расти. Вот, здесь у меня три перчика. Это острый, острый перец чили. Не знаю даже, какой это сорт. Вот тут где-то должно быть... Ой, ладно. Когда вырастут, я вам покажу. Но это реально очень такой крепкий сорт чили. Вот здесь у меня сидят помидоры черри. Я их отдельно поставила. А здесь у меня вот тот самый сорт с Казахстана, который мне Марина с Игорем дали. Тоже все взошли, только два. Два не взошло, представляете? Хочу земельки сюда подсыпать потом, когда они побольше станут. А так все взошли, смотрите, боевичные. Здесь, правда, огурец сидит один-единственный. Вот, здесь, видимо, две семечки упало. Хотя, вы знаете, это, скорее всего, тоже черри томаты. Ага, просто сюда попали. Вот так вот, в общем, у меня тут все стоит возле окошечка. Тюльку я открыла. И все нормально. Солнышка достаточно, в комнате тепло. Так что, будем ждать, будем ждать огурцы и цукини. Кстати, я так люблю домашние цукини. Не знаю, в магазине покупаешь, они все равно не такие какие-то. А домашние, они прям, особенно когда маленькие, свеженькие, они прям такие молочные. Их вместо огурчика вообще за милую душу. Так что, вот, ребята, все растет, все идет. Будем ждать урожая. Будем ждать, пока все это вырастет и уже посадить, наконец-то. Вот, ну, а здесь я монтирую вам видео. Вернее, а, уже не монтирую. Смотрю предыдущее, вот. Кто не смотрел, посмотрите, как мы в Штутгарте лазили, там, по городу гуляли. Вот, ладно. Ждем следующего кадра. Вообще, у нас сегодня такой день рождения. Ну, у меня третий день, уже третий день выходной. И я сегодня сняла постельное белье. Сейчас постираю. Ну, вещи свои перестираю, потому что завтра уже на работу. Я еще ничего не сделала. Мы вот прошлом дали, получается. Погода у нас сегодня замечательная. О, это что-то вот такие за чуваки у нас гуляют, ненашенские. Вы знаете, я иногда чувствую себя уже вот той самой бабушкой из третьего подъезда первого этажа, которая смотрит так в окно. Так, это не наше. Что они тут делают? Это вообще не наше. Ну, ладно. Вот. Ну, тучки собираются. Дождь, наверное, все-таки будет. Вот. Празднование дня рождения у нас будет сегодня вечером. Все соберутся. Будем отмечать. Вот, Лена там делает тортик. Сейчас, кстати, я вам Лену покажу. Смотрите, здесь будет какая вкуснятина. Все. Но это секрет. Вы увидите готовый торт. То есть, этот нельзя секретный торт показывать, да? Нет, мы не будем показывать. Покажем уже, когда будет готовый. Кстати, совсем забыла вам показать, как я поливаю. То есть, у меня такой капельный полив. Совсем-совсем по чуть-чуть, знаете, там день через день. Просто сверху, чтобы было влажно. Дырочки я не делаю, потому что вот реально получается некуда. Поддонов таких нет. Ну, я же все по-быстрому, по-быстрому. Ну, в принципе, я так каждый год делаю. И нормально все всходит. Ничего не пропадает. То есть, вот таким образом я поливаю. Просто хотела вам показать. Ну, это, конечно, не то, что в бутылочке, да? Просто пульверизатор. Так, вот так. Вот так вот. Красиво вам показать. Красавку такую. Цветочки польем. В общем, я довольна рассадой. Хорошие семена купила. Все взошло без исключения. Вот. Так, у меня тут, между прочим, небольшая стирка идет. Потому что завтра мне на работу и вещей нет. В общем, здесь стирается постельная. Здесь все вещи. И сейчас я вам покажу Леона Ивановича. Потому что многие из наших зрителей спрашивают, где же наш Лёва? Почему он так редко появляется в кадре? Ну, во-первых, потому что он учится в школе. Там с утра и до после обеда, где-то до четырех. Пока он доедет, это уже часов пять. Но сегодня у него короткий день. И где-то он вон там идет. Лёва, привет! Я тут зрителям рассказываю, что почему тебя в кадре так мало-то. Вот решил тебя поймать прям. С пылу, с жару после школы. Как дела в школе были? Да-да. Хорошо? Долго ехал? Да. Да? Оценку получил какую-нибудь? Нет? Так, хороший мальчик был, брав сегодня? Угу. Отвечал на уроках? Молодец. Передай всем привет. 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 Всё. Ну, будешь заходить? Или что-то сказать есть? Ну что, ребята, у нас настал вечер. Мы уже, можно сказать, отметили день рождения Максима. И сейчас самый такой классный момент, который я хочу вам показать. Вот. Вам, родителям Максима и вообще всему миру. Торти, которые постряпала Лена, специально для Максима, со свечами. Сейчас он будет их задумывать. Сейчас будет большой сюрприз для него. Вот. Руся тут сидит. Что-то смотрит, а мы с Леной там готовим. Лена зажигает свечи. Всё. Вот такая красота получилась. Посмотрите. Лена молодец. Вообще супер. Не знаю, мне очень нравится. Красиво. Сейчас просим Максиму, нравится или нет. Но я так думаю, что понравится. Вот такие конфетки. Не знаю, вам видно или нет. Да. Вот. Всё. Начинаем. Поехали. С днём рождения тебя. С днём рождения тебя. С днём рождения. С днём рождения. С днём рождения тебя. Загадывай. Желание? Ну, только такое, что зло вдруг рыло. Не проник. Хорошо. Так и сделаю. Чё? С днём рождения. Ну, иди. Ну, иди. Так и сделаю. Так и сделаю. Так и сделаю. С днём рождения. С днём рождения. Спасибо за седину. До седину. С днём рождения.